Мы сегодня встречаемся для того, чтобы поднять важный вопрос. Нашу тему с вами, наверное, можно так обозначить. Кто это я? Что с этим я делать? Насколько я проживаю себя по-настоящему? Где я себя очень сильно привираю или просто сильно обманываю? Что с этим делать? Почему это происходит? Вот сейчас так слышно? Хорошо. Так вот, я бы очень хотела от вас услышать какой-то, наверное, запрос. Почему эта тема заинтересовала или что конкретно заинтересовало? Просто познакомиться, просто обозначить какую-то свою тревогу, например. Потому что я очень хотела бы сегодня все-таки общаться и не просто вести семинар. Я думаю, что для начала было бы прекрасно проделать какое-то упражнение, медитацию, для того, чтобы вы себя лучше почувствовали, для того, чтобы вы себя лучше услышали, и для того, чтобы уже затронуть определенную аккуратненько тему, что же, где находится это я. Всех вижу, всем привет. Так вот, что такое это я? Насколько разница, где оно находится внутри тела, где я его могу ощутить? Я думаю, что очень многие, кто занимается духовными практиками, Двайта-Веданта, не знаю, буддизм будут говорить вообще, нет никакого я. Нам для жизни оно необходимо. И нам для жизни очень важно понимать разницу между я как личность, то, с чем я, грубо говоря, слипаюсь, то, что я демонстрирую в мир, то, что я хочу, чтобы про меня думали, то, что я думаю про себя сам или сама, и я, которая, ну, скажем так, более истинная, что ли. Я ни в коем случае не готова и не буду вам открывать какие-то сокровенно просветленные знания, потому что я не нахожусь на вершине этой просветленной горы, но я совершенно точно знаю, как прийти к принятию и к какой-то любви к себе, а значит, доверие, понимание, и когда я уже не совершаю предательства по отношению к себе, а значит, и к другим в том числе, когда я не наступаю себе на горло, когда я не уступаю, не пропускаю, точнее, я не пропускаю какие-то очень важные дары, которые идут от жизни, потому что мне страшно, или потому что я недостойна, или потому что я слишком, потому что я, не знаю, самозванец, потому что я недостаточно профессионален, потому что я слабый, и потому что... Все, что мы себе рассказываем. Так, буду параллельно читать. Если этих я, привет, если этих я внутри много, конечно, их много, поэтому и хотелось бы все-таки сейчас с вами найти вот эту грань, где вот это много-много я, и где какая-то моя самая тонкая, возможно, сейчас пока очень тонко будет звучать, потом все будет ярче и ярче, но суть. Я, которая откуда-то из глубины, я, которая вечная, когда умрет тело, я уверена, что у вас сейчас будет во время медитации, которую мы проделаем, будет ощущение, что что-то остается. Это какое-то даже не ощущение, это внутреннее знание. То, что не дает... То, что не дает обманывать себя. Вот скажу так. Поэтому с этими многими я, которые на нас наклеиваются, с которыми мы носимся, наши образы, масочки, они, конечно, нужны. До поры, до времени многие какие-то вообще потом, слава тебе Господи, отваливаются, и уже вообще как будто бы мы остаемся с каким-то определенным знанием, зачем, куда я иду, что я делаю, тогда особо мы не заботимся уже о том, как мы выглядим, потому что все происходит само, мы не стараемся никому соответствовать. Напишите мне, пожалуйста, у тебя вечное нравится слово. А мне как нравится. Как вы чувствуете, господи, сколько ресурсов и любви внутри, невероятно. Напишите мне, пожалуйста, есть ли ощущение, что вы стараетесь быть каким-то или какой-то? Прямо можно написать, стараюсь быть такой-то, и прям определение. Когда есть слово стараюсь, отзывается вам слово стараюсь? И слово мне надо быть таким-то и таким-то. Как вы ощущаете, как сейчас внутри отзывается? Я стараюсь быть, и мне надо быть таким-то и таким-то. А внутри при этом какое ощущение? То есть мы сегодня с вами проделываем, стараюсь не потеряться из реальности. Мы с вами сейчас прям проделываем какие-то упражнения, чтобы сразу себя проверять. Ваша задача себя проверять моментально. Стараюсь не потеряться из реальности. Что это значит? Когда я стараюсь не потеряться из реальности. Кто этот я, который боится потеряться и из-за реальности, куда он боится потеряться. Надо быть ответственной. Что такое ответственность? Потому что рассматриваем сразу, мне надо быть ответственной, я это ощущаю как тяжесть, как что-то, что ложится на тело, как плиту. Я это ощущаю как что-то, чего я совершенно не хочу делать, или это что-то страшное. То есть прям смотрим, что такое ответственность. Берем любое слово, от которого нам тяжко, и его прям разбираем, как орех или как капусту очищаем. Есть положительная сторона этого слова, есть отрицательная сторона этого слова, чего я не вижу. В ответственности есть очень много свободы. Я беру за себя ответственность, и тогда я абсолютно точно свободен и знаю, что если я считаю вот так для меня верной истиной, я так делаю. Если я, например, считаю, что ответственность – это адский ад, это прям невероятно тяжело, и я что-то должен себя заставлять, и ответственность это прозаставить, надо тут смотреть, что где-то здесь вранье, да? Какая-то это ненастоящая ответственность. Где-то я себе наступаю на горло, или пытаюсь опять-таки чему-то соответствовать. Тогда вопрос, чему я соответствую. «Не имеет значения, что обо мне думают другие, убегает, но и сама потерялась, не знаю, не понимаю, что мне нужно». Ага, это период такой больше похож на трансформацию, когда... Насколько долго еще этот период, вот интересно, потому что бывает, что не имеет значения, это как будто когда я на самом деле отрезаю от себя вообще эмоции и ощущения. То есть я не хочу чувствовать, я не хочу думать о том, что обо мне думают, потому что это приводит в какие-то не самые прекрасные состояния, но при этом не даю себе быть, то есть не принимаю себя такой, какой я есть, да? И это задача целая. Я уже не стараюсь на публике, но долблю себя сама внутри, надо много-много сделать. Ответственность перед собственными ресурсами. Ненавижу слово «ответственность». Ага. Раз мы сейчас уперли слово «ответственность», давайте его капельку разберем. Ответственность оказалась связана с потеряться из реальности. Уйду в астрал, а как же мои родители, моя семья, я же за них ответственная. Мама расстроится. Опять-таки, что такое уйду в астрал, насколько и кто там во мне собирается уйти в астрал, что это для меня значит? Тут, Танюш, надо разбирать, да? Как мы с тобой как-то затрагивали эту историю, надо разбирать более четко, потому что... Не хочу сейчас перепрыгивать туда-сюда, давайте смотреть, опять-таки разберем, что есть ответственность. Еще раз прям посмотрите, насколько то, что раздражает в ней, что в ней тяжелого, какое должностование, что там происходит. Сейчас тут меня так хорошо отвлекает, могу сказать, просто не передать словами. Так вот, когда я ненавижу слово ответственность, что это такое? Чего конкретно я ненавижу? Что я в себе ненавижу, да? Вот если честно. Что я в себе ненавижу в этот момент? Потому что на самом деле слово-то ни в чем не виновата. Если мы смотрим, если мы честно себе признаемся в чем-то, например, я живу с человеком, первое, что приходит, живу с человеком, с которым мне уже давно нехорошо. Я не беру ответственность за свою жизнь в этот момент, я ничего про себя не решаю, я просто терплю или надеюсь, что оно само как-то разрулится. Это тоже ход. Но в этот момент вы как будто бы бросаете свою жизнь, вот прям как будто вы к ней не очень имеете отношения. Если вы в этот момент признаете, что это мое решение, я беру ответственность за себя, я беру ответственность за свое решение оставаться с человеком, с которым мне плохо, я хотя бы отдаю себе отчет, что я делаю. То есть я понимаю, что это, скорее всего, либо это какая-то очень временная мера, либо я иду в саморазрушение. Зачем я это делаю? Беру, смотрю на это честно, насколько это возможно. Давайте так. Сейчас все-таки проделаем медитацию, маленькую, короткую, но настраивающую на эту разницу, где личность, где мозг, который сейчас начинает бурлить и спорить, и протестовать, и входить в ступор, и все что угодно, у него там какие-то эмоции цепляются. И поймем то пространство, в которое мои слова, и которое ваше ощущение будет слышать значительно лучше, чем мозг, и не будет трактовать. То есть обидно, когда что-то происходит очень настоящее в теле, а мозг берет и трактует это по старинке, так как он привык трактовать и не дает вам услышать, что в сути, что в вашей сути происходит. так, секунду, просмотрю сообщение. Ответственность близко к виновата. О, прекрасная, какая находка. Да, виновата. Вот прям надо взять и расклеивать ответственность, само по себе слово, и слово вина. Да, прям взять их, расклеить, потому что, если мне всю жизнь говорили, ты ответственна, почему ты сделала так и так, то получается, что я с этим словом встречаюсь только когда действительно что-нибудь натворила и не успела понять. Посмотрим, может быть, в медитации это как-то проявится, это слово вина. Поглядим, что придет. Берем, опять же, прям, прям, из похмелья тоже бывает в медитации, да. Давайте, вот что сделаем. Сейчас, кто как обычно лучше концентрируется? Я лучше концентрируюсь с закрытыми глазами. Поэтому пока я прикрываю глаза и перевожу внимание на дыхание, чего вас, куда я вас приглашаю, сделаем глубокий вдох и глубокий выдох, чтобы было ощущение, что вот здесь, все, что здесь, у нас давит, если у кого-то давит грудь, у меня сейчас так кажется, что у многих какое-то давление, прям, как будто не вдохнуть, особенно в грудную клетку. Все, что давит на лоб, все, что давит изнутри наше должностование, ответственность, это ощущается, наверное, чуть как бы в голове, как сжатие. Вот еще с одним глубоким вдохом и выдохом прям как будто сливаю это вниз и договорю себе, что мне можно отпустить это напряжение, эту защиту буквально минут на пять, чтобы тело и мозг не пугались, мы с ними договариваемся. Тело и мозг на это реагируют абсолютно прекрасно. Пять минут, но можно боять, так уж и боять, ладно, так уж и боять, расслаблюсь. Поэтому вдох и еще один выдох. Мягкий, 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 спокойный, бережный, ключевое слово, бережный. И еще чувствую, хорошо бы подышать. И прям как будто это стекает напряжение. То есть даже если я не чувствую сейчас, я просто визуализирую, уже достаточно. Просто визуализирую, что что-то могу с грудной клетки, с плеч, с шеи, с затылка, с лба отпустить вниз, пускай стекает. И теперь переводите, переведите внимание, скажем так, есть ли ощущение, что внутри вас, внутри тела есть некое пространство? Есть ли ощущение, когда я дышу, что дыхание проходит не только сквозь органы, про которые мы все в курсе, но и сквозь некое пространство, потому что в теле очень часто ощущается не орган, а именно как некое пространство, где дыхание бежит и дает ощущение жизненности. Я очень живой или живая. Вот прямо сейчас течет жизнь, прямо сейчас есть некий поток, прямо сейчас есть запахи, прямо сейчас есть звуки, и самое главное, что есть что-то, нечто, что все это воспринимает. Мозг, как мы знаем уже из нейробиологии, из генетики и всех прекраснейших наук, только регистрирует с опозданием, что-то внутри меня воспринимает это в первую очередь. и как бы мозг сейчас не сопротивлялся и не хотел занять первое главное место, он все равно чуть-чуть всегда опаздывает. Что это за часть внутри меня, что это за центр, может быть, может быть, это ощущается как стержень. все воспринимаю, ощущаю пространство. Теперь смотрите, ваша задача попробовать, как минимум попробовать, найти ощущение, что есть что-то, некий я, некие мои лица, некие мои эмоции, мои желания, но что все это, оно как будто бы находится вовне этого центра, как одежда, как что-то, что мы надеваем на, как что-то, чем мы прикрываемся. Иногда для кого-то это будет доспехи, для кого-то это будет ощущаться как что-то, приклеившееся, как банны листа, как мокрые листья на стекло. Но есть самая-самая суть, самый-самый центр. И попробуйте в этом ощущении. Есть центр, он дышит, есть ощущение жизни. Это самое, что именно есть необходимое, базовое ощущение для сознания, для того, чтобы вернуть себе ощущение, вернуть себе слышание себя, вернуть себе подключение, включение в свою интуицию, вернуть себе какую-то прям суть, истину, заметить ее. И могу ли я сделать маленький шажочек, как будто чуть-чуть абстрагироваться даже, и чуть-чуть отодвинуть от себя личность, которая обижается на маму, которая раздражается из-за чего-то, у которой есть какие-то запросы, который хочет какой-то конкретный сейчас результат, который куда-то, возможно, бежит, в которую там 33 мысли одновременно ее вытаскивают из состояния вот этого, с концентрацией на некой сути. Прямо попробуйте найти такой the gap, да, разрыв, расстояние между этой частью, между всем, что я про себя обычно думаю, и с чем я обычно склеиваюсь. Вот сейчас мы расклеиваемся с этим. Как идет, так идет. Как получается, так и получается. Оставляем дыхание, оставляю ощущение собственного пространства внутри, оставляю ощущение, что есть некий центр, нечто. Опять же, возвращаю слово вечное. что-то, что не умрет после смерти. Вот тело уходит, а это нечто останется. И есть это внутреннее знание. Оно просто идет в начале через ощущение. Если поднимаются какие-то страхи, просто замечайте их. Если начинает включаться голова, просто я знаю, что голова паникует, ей нужно все понять сейчас, ей нужна логика, ей нужно много чего, а я все свое внимание возвращаю на центр, на дыхание. Если вы валиваетесь, еще один глубокий вдох и выдох, и снова смотрите, что вокруг вас. Это как есть центр карусели, и карусель крутится, лошадки как будто бы делают вид, что скачут. Какие-то фигурки, вот это и есть личность, вот это и есть что-то, что пытается что-то доказать вам, что пытается быть каким-то. если я сейчас из этого центра буквально обнимаю каждую эту фигурку каруселя, обнимаю все вот эти ощущения про себя, все свои довольства собой, недовольства собой, все свои состояния, даже самые депрессивные состояния, состояния, когда мне хочется себя ненавидеть или, не дай бог, еще и ненавижу, не принимаю, обесцениваю, все эти состояния мы как будто сейчас берем и заключаем в объятии. Это мое, это то, что имеет ко мне отношение, вот к этому некому я, то, как я сейчас на данный момент себя проявляю. И вдох сердцем, сейчас, прошу вас подышать сердцем, вдох через сердце, оно как будто пористое, напомню, оно может дышать, если где-то больно, где-то сжатие, где-то колет, не страшно, очень бережно, аккуратненько, без давления, продолжать дышать. Увеличивая пространство сердца, аккуратно раскрывая пространство сердца, со стороны спины не забудьте, вперед и в стороны. И сердцу можно быть огромным, и сердцу можно обнимать все, что есть я. если вы сейчас вслух или про себя, если нет возможности, проговорите это я. Какое приходит ощущение, смотрите, сжатие ли, или абсолютное раскрытие. у я есть границы, я начинает сжимать у вас челюсть, зубы, где-то горло, стержень ваш, или я, и оно распространяется как в долину, как куда-то в огромное пространство. проверяйте через ощущение в теле. Тело никогда не врет. Тело всегда скажет, как вы на самом деле относитесь к себе, какие у вас с собой взаимоотношения. Я. Что это за я? Возможно, у кого-то даже появится ощущение, что я и есть ограничение. Если вы долго практикуете, это совершенно нормально и естественно, потому что местоимение действительно начинает нас разделять со всей Вселенной. Наша сейчас задача с вами не идти настолько в какие-то духовные практики. Наша задача пока просто понять, в чем разница между неким я как сутью и личностью, чтобы перестать себя гнобить, предавать и всякое прочее. Чтобы научиться себя принимать. чтобы вопрос кто я не вызывал у вас паники, не вызывал у вас горестных ощущений и сжатия, не вызывал ощущений глубокого разочарования. Как только я позволяю себе обнять все, что есть вокруг, все это круче, или все, что налипло, все хорошее, и то, что я, мой мозг оценивает как хорошее, ставит плюсики минусики. Он, конечно, страшная балда. Очень любит оценивать и не видеть дуальность всего. Все это я сейчас принимаю. И потихонечку сейчас, не выпадая из этого внимания внутри, кто был с закрытыми глазами, открывайте глаза и попробуйте сейчас то, что напишет палец, буквально, не задумываясь. Главное ощущение, которые сейчас пришли, мы их прям попробуем разобрать. Напишите просто, что происходит, какое ощущение во время медитации, во время попытки найти эту суть и отстраниться от некой личности, что приходит, какие ощущения в теле, насколько сейчас дышится. вдох и вдох. Абсорбируем все, что есть. Когда мы уже делаем подобную медитацию, у нас уже происходит с вами некая трансформация, мы уже заходим наконец в ту дверку, в которую раньше не позволяли себе заходить. Бережно и аккуратненько, да, те, кто только-только присоединился, пока просто посмотрите, да, сейчас будут какие-то ответы, челюсть сводят, вот, все. Вот это непозволение, да, непозволение себе выйти, что ли, вот этому сути меня как будто очень опасно выйти, и как будто я на себя, возможно, еще гневаюсь. Темно, если темно, разбираем потихонечку, аккуратненько, сейчас пока темно, хорошо, держала себя в некой темноте. Можно сейчас посвятить фонариком, вот прям включить либо свой собственный мысленный фонарик внутри, как Алиса с фонариком спуститься внутрь себя, она падала, падала, что-то видела, ей там было светло. И сейчас можно то же самое, прям разрешить себе включить свет, аккуратно. Почему все время, когда я тебя слушаю, реву? Да, господи, да потому что с сердцем соединяюсь, и все, ничего страшного, это не навсегда. Просто наконец есть ощущение, что можно дойти и дотронуться до своего сердца, послушать себя очень бережно. Я же, да, мое слово, которое я повторяю вам сегодня уже раз двадцать, бережность. я очень чужое глупое. Как бы его присвоить? Как бы его принять, несмотря на то, что оно чужое глупое, взять и с ним вот прям задружиться, как с самым лучшим, с самым близким другом. Как вот прям я за тебя, моё чужое глупое, я горой. Некая часть, получается, раздвоение, да, кто говорит это? Не знаю, но какая это часть, скорее всего, сознание, некая осознанная часть, сейчас это видит, что оно почему-то чужое глупое, что я себя отвергаю. Что с этим делаем? Единственный у вас выход это принять. Дальше бороться отвергать бессмысленно, будет рассыпаться личность, буду делать не то, что на самом деле хочу, буду ловить только какие-то отдельные моменты жизни, где я могу забыть вообще, что есть я и с чем-то соединяться. Я не знаю, с воздухом, с водой, с прыжками, каким-то с опасностью, с горами, только в горах буду чувствовать себя хорошо. Вот такие штуки происходят. А быть в течение обычного дня просто сижу, не знаю, на земле, на траве. Могу я увидеть, что там такого, я не принимаю, почему такое глупое, почему оно кажется таким глупым, почему такое чужое. Оно может отмотаться, что меня так в детстве особо не воспринимали, что мне нужно было быть каким-то. В данном случае сейчас это не так важно. Вот здесь и сейчас я могу сам себе это дать. Или я могу сама себе это дать. Колит слева под ребрами. Дышим. Татьяна, дышим. Опять, чем нежнее, как с маленьким ребенком. Если колит, как с маленьким ребенком. Дышим туда, где колит. Говорит, ну ничего, все. Удалось себе что-то знать. Что-то, как только мы проходим сквозь запреты, да, вот мы расслабились, сняли защиту. Буквально на сколько получилось, но чуть больше, чем 5 минут. Сразу тело начинает где-то трепехаться, где-то болеть, где-то колоть, где-то что-то прям начинает сводить, челюсть сводит, потому что мы сняли защиту и встретились с тем, что у нас на поверхности сейчас. Как мы с собой, какие мы с собой взаимоотношения имеем. Руки тяжелые. Что такое руки для меня? Я знаю, очень тупой вопрос, кажется, для головы. Но первое, что приходит, что для меня руки? Руки это что? Самый дурацкий ответ, готова принимать. Любое. Что такое для меня руки? Пример любой. Свобода, жизнь, мое дело, обнимать, бить, все что угодно. Что для меня руки? Было как тяжелая детская цигейковая шуба, цигейковая, на спине, на плечах, обнимать ее, жалость к себе, потом, ага, про жалость, внимание сразу же, про жалость, что если мы включаем не жалость, а сочувствие? Попробуйте переключить этот режим, как рычаг, да? Я просто переключаю рычаг, вырубаю нафиг жалость, потому что она не дает ресурса, и она не дает никакой любви особой. Ну, жалко, мне так жалко эту собачку, так жалко ее. Когда нет сочувствия, сердце закрыто, жалость скорее какое-то такое, ну, фиговое чувство жалости, сочувствие. Про сердце, как широкое пространство и горизонты. Прекрасно, значит, вообще все впереди и все, все есть. Ура! Радость, что можно отклеиться от всей карусели. Восторг, браво, браво, у меня с вами восторг. Можно отклеиться и вообще ничего не стоит. И приведу маленький какой-то... Жизнь состоит из каких-то примитивных деталей, событий. Вот, например, родители кто-то, не знаю, мама написала сообщение, в котором вот ясно совершенно, что имеется в виду, а не то, что хочет человек сказать. И там какое-то такое скрытое раздражение. Что оно вызывает сразу в ответ? Негодование, раздражение, да, и желание ответить что-нибудь, откусить голову кому-нибудь рядом. В этот момент, если я захожу, буквально, видите, это три секунды, хоп, я захожу внутрь. В то самое, в суть. Я смотрю на эту карусель, на личность, которая раздражена, на личность, которая обижается, в данном случае, раз пример пришел с мамой, на маму. На личность, которая хочет что-то ответить срочно, срочно, здесь, сейчас, реактивно. На личность, которая хочет, вроде как себя защитить. На самом деле, если я смотрю сейчас из этого своего центра, на эту карусель, я понимаю, что я уже и не хочу. И что это бессмысленно. Это ничего не изменит, только запустит какую-то очень неприятную энергию во мне и в ней. Я просто оставляю, если я действительно вижу, что так, это самый лучший для меня способ поставить, не включаться. Не включаться в чужую, разрушительную энергию. Иногда надо ответить, но тогда внутри для меня будет очень ресурсное состояние, что я сейчас мобилизую силы, я отвечаю. Это как защита собственного ребенка. Тут не отступить, тут надо взять и защитить сразу, здесь, сейчас. Но тогда это очень цельное, даже не эмоциональное, а очень мощный, мощный будет выход, мощная защита. Но это я решаю, опять же, это дает в решении суть. Страх, кто я без внешнего я. Кто я без внешнего я. Страх у кого? Вот страх, это когда я все внимание оставляю, опять же, как вы же брали, на этой карусели вокруг центра, то есть оставляю внимание на личности. И личность пугается в этот момент и говорит, а кто я? А если я без всех вот этих регалий, без всех своих достижений, я что? Я что? Я что же что? Если вы в это время действительно заходите в самый центр, там нет никакого страха. Там абсолютный покой, принятие и очень мудрейшее понимание всего, что происходит. Это значит, что не дали себе там побыть. Тут же выскочили в личность. Личность пытается за что-то зацепиться, потому что боится потерять себя, боится потерять то, за что привыкла держаться. Я не думаю, что это очень большая потеря, если честно. Когда я нахожу непосредственно этот центр и суть, мне страшно ничего терять. Там уходят страхи. Там есть очень чуткое доверие. Там безусловно, я буду проживать, если что-то, что-то, какие-то иллюзии, мне приходится сталкиваться с иллюзиями тогда. Да, если я нахожусь в самом центре себя, в этой сути, так или иначе, как только я туда заглядываю, она тут же, пользуясь случаем, начинает выталкивать из меня, из моего представления, из моей реальности иллюзорные какие-то ну иллюзии, иллюзии, в которых я живу. Потому что суть не терпит иллюзии. Она их выталкивает. И тогда действительно жизнь меняется. И, конечно, очень часто она меняется через какие-то кризисы. Но игра стоит свеч. Жить в иллюзиях это ваш выбор. Если я хочу оставаться, я останусь. Я буду крепко соединен с личностью, буду бороться. И буду, возможно, посчитать, что мир несправедлив, что почему так, а не если я вот столько всего делаю, почему со мной так, жизнь несправедлива. она просто делает свое дело. Она вам дает руку помощи и через кризисы вас вытаскивает. И маленькая личность, которая изо всех сил держится, что я король всему, всему голова, она будет сопротивляться. Она будет верещать, рыдать, стучать, сучить ножками, всех проклинать. Ну, это абсолютно имеет место быть. Это ваш выбор. Когда мы соединяемся с этой сутью, мы значительно больше движемся дальше по своему, наверное, предназначению. Невозможно следовать. Сейчас, я думаю, в наше время, в нашем веке, настолько меняется все в пространстве, что довольно сложно пополнять какое-то свое предназначение, если вы слушаетесь в свои состояния, слушаетесь в себя, и врать себе. Жизнь не даст. Просто не даст. Давайте-ка... Так, что это? Я каким-то образом перевернула. Извините, пожалуйста. Обезьяна с кранатой. Напишите мне, пожалуйста... Сейчас я смотрю. Сопротивление в голове ощущается. А, у меня перестала бежать дорожка, и я поэтому вас потеряла. В голове всегда будет сопротивление, пока нет возможности просто остановиться в этом центре. Когда я в нем останавливаю, все сопротивление уходит. Боязнь вывалиться куда-то из реальности в другие пространства, это неправда. Это, опять же, страхи головы, потому что, если я нахожусь в этой реальности, если я чувствую свое тело, и я категорически против всех практик, которые говорят о том, что вы не тело, и не объясняют, что это значит, потому что все, что есть в вашей ипостасе здесь, в этой жизни, все, что есть вы, оно в первую очередь происходит в теле. В первую очередь тело реагирует на то, как вы с собой обращаетесь, насколько вы честны с собой. В первую очередь это психосоматика, в первую очередь тело начинает болеть, тело дает невероятно огромный, получает ресурс, включается, когда вы с ним заодно. Тело очень важно, это прям, это то, как вы оставляете отпечатки, когда вы идете по земле, это ваши отпечатки, вашей энергии, это огромные ресурсище, поэтому уйти в астрал, это значит бросить тело, это значит не любить свое тело, а значит опять-таки это где-то обман, да? Дальше, еще следующие вопросы просматриваю. Дело, руки, дело. Прекрасно. Если руки тяжелеют в этот момент, это неприятное ощущение, если руки, это мое дело, я себя, я себе не даю заниматься своим делом, здесь какая-то связь, посмотрите, пожалуйста, здесь что-то очень-очень важное про себя самого, про мою связь и мое дело. Где я себя не даю делать, где я себя торможу, где я себе не верю, где я себя связываю, руки свои, да? Во время медитации пришел сантехник, у меня раздвоение личности случилось, четко видела внешнюю личность, которая улыбается, соц. улыбка, какие-то слова не нужны, а внутри все тихо и спокойно. Класс. Спасибо сантехнику, прям помог. Да. Наелась конфета, недовольна собой? Мое я? Да, боже мой, ну тогда иду смотреть, дорогая я, чего я наелась конфет, чего заедаю, да? Ну, тут довольно просто и непросто одновременно. Если я заедаю что-то, чего не хочу смотреть, тогда буду дальше заедать. Если я заедаю просто потому, что мне очень нужно какое-то сейчас нежность, какое-то баловство, какую-то детскую радость, тогда увидеть, а каким еще образом я могу получить эту радость? это очень просто на самом деле, просто мы не хотим туда смотреть. Я знаю, что меня можно ненавидеть сейчас, но я сама очень часто объедаюсь конфетами, когда мне невероятно лень, просто лень, посмотреть, что я на самом деле хочу получить, какое удовольствие сейчас я хочу испытать, как только я себя беру за шкирку, заставляю на это посмотреть, говорю, что ты хочешь, Катя, что ты хочешь сейчас? Я хочу вообще, как в детстве, чтобы было прям все можно, да что ты себя запрещаешь? А я вот то и вот то себе запрещаю, ааа, вот в чем все дело, а если мы сейчас себе это разрешим, что будет? Все, и дальше цепочка, прям такой внутренний диалог, он не обязателен, достаточно иногда просто увидеть, чего хочется на самом деле, и что подменяется теми же конфетами. И тогда не надо себя не любить, а тогда она может сказать спасибо тебе, ну наелась, теперь давай смотреть, хорошо. Внешняя личность всегда будет сдерживать внутреннюю и защищать. Да, это так, Танюш, что ты не заполнила собой все пространство. Она не заполнит собой все пространство, она может заполнить, она и так внутри все твое пространство. Понимаешь, здесь какой-то обман, она не может заполнить все пространство, потому что она есть все пространство. Просто она дает возможности личности быть, вот и все. согласно про иллюзии мозг хитрый конструирует ложную логику мозг это вообще невероятная такая штука это как в мультике забыла как этот мультфильм называется наверняка вы видели про эмоции которые сидят на пульте управления управляют девочкой это вот как мы сейчас уже знаем это уже оказывается 8 секунд начале мы принимаем какое-то решение да потом мозг до мозга доходит через 8 секунд это решение он его переформулирует объясняет почему зачем и как я сейчас это решил я мозг это решил на самом деле решение рождается не там это просто регистрация того что происходит мозг огромной великой машины компьютер регист так как слышно как видно что нибудь видно слышно возвращаясь тогда чуть выше к вопросам так что я пропустила согласно про иллюзии но мозг то хитрый и да это вот вот эта история про про то что ему всегда выгодно существовать каких-то старых паттернах если он привык что вами нужно управлять с помощью битья им говорит что ты есть ничто это самая последняя самая тупая самая бессмысленная самая медленная еще какая-нибудь еще то он будет этой палкой пользоваться постоянно пока с ним не передоговориться пока его не убедить в том что это уже больше не выгодно и нужно уже с собой обращаться бережно и будет значительно больше толку например да опять конкретные вопросы с более глубоко надо с глазу на глаз разбирать реализация в социуме ступор как выйти что это значит елена объясните или на извините объясните мне пожалуйста что значит реализация в социуме для вас и что такое в данном случае ступор тогда будет более понятно видно слышно да просто очень сильно вероятно получаю позднее ваше сообщение хорошо так вот скажите мне сейчас пожалуйста что вот у нас осталось там 20 минут да чтобы для вас чтобы вы хотели сейчас проделать да какой вопрос сейчас больше всего зависает тему мы опять начали затронули расшевелили и надо дальше куда-то то что мы расшевелили вот эту вот чуткость которую мы повысили куда-то перенаправить созидательное русло чтобы вы например сегодня уже могли это вот во что-то воплотить где-то я все могу это тоже мозг зависит от того из какого в каком месте вы это чувствуете если вы хотите я все могу и кажется что это исключительно состояние которое очень легко легко и с вас сбить тогда это мозг если это ощущение где-то в самом самом внутри и в это все у всех же разное я все могу я все могу прыгнуть с восьмого этажа и не и не умереть и не поломать ничего это одно дело да я все могу про что это я все могу в своей жизни именно для себя я могу именно как исходить из ресурсов потому что я могу себя слышать тогда да это не мозг это вы самую суть конкретней чтобы я поняла в точку с руками не даю делать свое дело да это очень это часто так происходит вот что могу сказать когда страшно что получится плохо давайте так и что тогда вот друзья мои это самый прекрасный вопрос хорошо получится плохо что вы теряете уважение других людей вы потеряете вы если вы в данном случае на своем месте и вы делаете то что вы любите вы не поверить не потеряете уважение что вы боитесь потерять что самого страшного со мной может произойти если я ошибусь почему я не даю себе право на ошибку и сделать плохо предположим я сделаю плохо первый раз предположим я что-то сделаю не так как как я мечтал и что как выйти из этого неделания если не пройти в делание как еще да когда кто-то я жду что кто-то придет и даст там по сути подстелит соломку и скажет ну вот тут все не страшно даже если ошибешься никто не заметит давай иди делай нам этого не нужно нам нужно просто взять и начать делать чтобы начать делать надо с собой договориться надо прям обнять всю всего себя и сказать хорошо если ты падаешь если ты разбиваешь все руки-ноги я тебя принимаю я конкретно хотя бы я иду это делаю я даю себе эту возможность это из любви к себе это из того самого центра если личность лично всего боится она боится потерять какую-то одну из своих односотых масок и не дай бог вот что-то там меня разоблачат да и бог с ними слушайте мир об огромные людей огромное количество как только я начинаю следовать своему зову своему какому-то внутреннему посылу люди вокруг начинают меняться появляется очень много поддержки появляется очень много уважения со стороны вот все будет меняться поэтому очень вас понимаю но вот думаю надо идти двигаться в дело в делание дайте рукам делать то что они хотят не грубо говоря не кастрировать себя до здесь действие когда сама запланировала и откладываешь вообще ничего не делаешь потому что есть себе обещание обещанное надо да да разбираем что такое кому надо зачем надо это такой разбор очень конкретный с собой честный разговор как я себя чувствую если я представляю себе что я это уже сделала у меня есть удовлетворение у меня есть радость у меня есть просто скинула глыбу у меня есть досада что могла бы время потратить на что-то другое прям разберите разгребить этот завал это как уборка в квартире точно так же я раскладываю все по полочкам там где-то должно быть это моё надо это мое личное надо или потому что это кому-то надо а мне это надо это не про эгоизм сейчас ни в коем случае что мне сейчас нужно для того чтобы да не придушить себя чтобы выжить да чтобы выжить с удовольствием при этом они просто дайте глотнуть еще раз и пойти под воду на на год 500 вопросов хочу упражнение на веру в себя окей друзья на стойкость связи с внутренним любите верить в себя как передоговориться с мозгом практики прям вот начинать работать совместно здорово вот я вам что сейчас могу сказать есть очень много людей которые ведут подобные практики которые работают практики осознанности скорее всего они называются у меня 17 марта будет вместе с юлия лянгузовой с психологом и коучем то в том тоже у нас будет в москве семинар который в этом воскресенье и 17 марта будет практически целый день мы будем семинарить на эту тему в том числе от страха к свободе еще каким-то образом это можно объяснить как про я себя я настоящий и прочее прочее приглашаем на семинар приходите сейчас просто могу дать какие-то маленькие инструменты которые вы можете использовать течение дня но копаться с глазу на глаз это либо индивидуальная сессия либо либо просто при и ходите на семинары к людям которым вы доверяете от на которых у вас есть отклик вот более глубокие вопросы которые вы сейчас пишете пожалуйста отправьте мне в директ да пообщаемся там у нас остается сейчас 13 минут мне хочется дать вам практику на один для того чтобы у вас день прошел с опорой на то что мы сейчас сегодня сделали давайте снова можно закрывать можно не закрывать глаза перенесем внимание внутрь перенесем внимание в ту самую вечную часть которая вечная возможно тонко звучит возможно громко уже заключить внутри и договоримся с ней пообещаем себе что сегодня это ощущение в самом центре меня для меня будет приоритет что сегодня в течение дня как минимум я прислушиваюсь к этой своей части столько раз сколько успеваю если я не могу туда попасть я просто делаю вдох и выдох сегодня соединяясь с этой частью эту свою часть спрашиваю ты действительно это хочешь сделать ты действительно хочешь встретиться с тем человеком с кем у вас например сегодня намечена встреча ты действительно хочешь выполнить тот план который ты наметил или сейчас идет что-то совершенно другое хочется совершенно иначе могу ли я себе разрешить изменить что-то что запланировал могу ли я себе разрешить пойти во что-то чего я так сильно боялся или боялась могу ли я себе разрешить увидеть то за что я не могу себя простить до сих пор могу ли я на это посмотреть и и отпустить могу ли я себе разрешить сегодня дышать сердцем могу ли я себе разрешить сегодня дышать животом пупком как малыш как маленький ребенок могу ли я сегодня себе дать обещание что самым лучшим самым наисветлейшим самым бережным способом буду вслушиваться свои ощущения в теле что мне говорит тело в тот момент когда меня уговаривает голова могу ли я замечать сегодня разницу между желаниями головы и тела где это идет совпадение где цельный я а где идет разделение и голова говорит одно тело другое могу ли я как минимум позволить себе заметить это и вслушаться и дальше уже принимать решение как будто бы заново вдох выдох продышите все что услышали продышите все что себе сказали через дыхание через глубокое дыхание идет трансформация идет усвоение даже если голова в какой-то момент вываливается уходит в какие-то мысли прячется все равно вы это услышали в теле идет уже какая-то трансформация уже что-то вас зацепило уже что-то начинает меняться внутри и так вы создали намерение на день было бы круто конечно если бы создали намерение на неделю но вам решать хотя бы попробуйте попробуйте сделать это сегодня чем бы вы не занимались даже если вы лежите и болеете это ровно точно так же событие внутри происходит ровно столько же и на последок закрывая нашу с вами встречу я очень благодарна всем кто писал невероятно благодарна за отзывчивость и за честность если вы не готовы были прописать возможно сейчас можно что-то взять и сделать себе какие-то пометочки чтобы можно было к ним обратиться если вы воспринимаете только все на слух хорошо тогда в течение дня просто переспрашивайте задавайте все время себе вопросы мой любимый вопрос это чтобы что я это делаю чтобы что 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 я чувствую и как ни странно не важно мужчина я или женщина это осознанный способ понимание своей жизни осознанный способ понять куда меня жизнь сейчас движет куда она меня направляет зачем и если у вас какой-то очень очень сложный период жизни посылаю вам всю свою любовь и поддержку и нежность и бережность и прошу вас не воспринимать это как жертва ситуация смотрите что значит только так и вас можно сдвинуть с места и больше никак иначе только так иначе вы не слышите иначе вы не можете никуда голову развернуть вы упрямо движетесь туда куда вам совсем не надо сочувствие к мозгу класс можно на разбор конечно можно пишите в директ встретимся макс привет вот неожиданность но мы уже к сожалению заканчиваем еще раз вам напомню что 17 марта ровно через месяц будет живьем семинара можем живьем познакомиться и поработать он будет с 12 часов до семи скорее всего более точно я напишу а потом есть конечно же путешествие самые разные про которые тоже всегда будет написано мне в инстаграме и фейсбуке и у нас алтай впереди англоязычная швейцария впереди и италия осенью в общем чего только нет будут такие ретриты трансформирующие глубокие бережные при этом с большими большими осознаниями спасибо я ура спасибо за такие сообщения мне с вами тепло и спасибо за открытые сердца и дышите сердцем сегодня заклинаю сегодня такой день пускай будет такой сердечный осознанный хорошо вот прощаюсь с вами welcome в директ хорошего вам дня шикарного осознанного воскресенья всеми кто я пускай не тревожит кто я пускаю вас любит этот вопрос и вам спасибо хорошо очень-очень рада попробую сохранить эфир но опять же обезьяна с гранатой я попробую ура пока 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 Продолжение следует...